заправка электрокара друзья привет у нас на канале сейчас идут видео про те автомобили которых у нас на канале еще не было крауны новые дорогие альфарды я знаю вы постоянно просите в комментариях показать вам народные автомобили и это видео будет о машинах которые каждый день приезжают на нашу стоянку едут на гибридное т.о. едут просто мыться перед выдачей автомобилей своим клиентам которые живут в владивостоке в находке в ближайших городах приморья вот и также уезжают на транспортной компании в общем в этом видео мы посмотрим что везется каждый день здесь будет очень много гибридов хэтчбэков электрокаров здесь будут мини войны такие как это степ веган спада в общем не отключайтесь узнайте что везет простой народ какие машины они выбирают и что прикупить себе в 2020 году поехали друзья начнем мы наверное с тренда 2019 года среди хэтчбэков это nissan note e-power кузов he 12 это параллельный гибрид для тех кто не знает этот автомобиль я вам сейчас немножечко расскажу про него его техническую фишку из-за которой эта машина уже начинает пододвигать aqua и гибридные фиты смотрите здесь стоит мотор hr 12 на 74 лошадиные силы он здесь выполняет функцию генератора то есть он заряжает батарею и питает электромотор инвертор здесь привода в колеса здесь передний привод привода идут только от электромотора то есть эта машина можно сказать электрокар с генератором мечта многих смотрите минимальный расход порядка там четырех с половиной тире пять с половиной литров эта машина очень быстро едет то есть у нее скорость и вообще крутящий момент как у лифа как у электрокар она очень быстрая на низах за это ее любят и японцы своей рекламной кампании прям делать на это акцент вы садитесь в nissan от е-power прокатились и вы больше не можете кататься вам скучно уже на обычных хэтчбэков еще одна фишка техническая это то что трансмиссия редуктор не вариатор не робот не планетарка одноступенчатый редуктор как в лифе он не ломается и цен начинается от 650 тысяч рублей отличная цена за красивый хэтчбэк на гибриде есть еще водовые версии но они сейчас еще дороговато это примерно плюс 100 плюс 150 тысяч рублей в общем открыл наш марафон вот такой интересный автомобиль от nissan друзья toyota corolla филдер это очень популярная машина я ее поставлю даже на третье место вообще из всего потока автомобили который идет с японии но все-таки популярен сто шестидесятые кузова все там 161 165 гибриды вот у нас это 140 здесь полторашка 4 в.д. 105 лошадиных сил до сих пор люди покупают 140 кузов но это он им нравится внешне он нравится им по материалам салоне кузов больше чем у 160 серии вот поэтому люди до сих пор заказывают эта машина начинается именно водовая комплектация от пятиста пятидесяти тысяч рублей полный привод полторашка передний привод тоже сам они стоят подороже как бы это смешно не звучало для россии хотя у нас да в россии у нас наоборот в д стоит подороже а перед либо задний привод поменьше переднеприводная комплектация уже будет стоить это в районе 600 тысяч рублей в этом видео у нас не будет 160 кузовов у нас вчера уехала два выдовый филдера на отправку к сожалению пока у нас только 140 филдер смотрите 160 кузова это 161 полторашка передний привод на вариаторе они начинаются сейчас от 630 тысяч рублей вот и гибридные версии покупают в основном гибрид либо vd вот и просто передний привод бензиновую версию обычную но не так популярно не интересной технологии просто бензин они начинаются где-то от 670 тысяч рублей гибридные филдеры очень популярная машина я ее поставлю на третье место так 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 но как же без электрокаров кстати лифы nissan лифт входят в топ-5 самых продаваемых автомобилей из японии электрички набирают обороты смотрите у нас здесь модель nissan лифт это рестайлинг это азео то особо не в курсе за е0 а за е0 за е1 я вам рассказываю смотрите за е0 это вообще первая версия лифа который идет 2011 года в 2012 году появился а за е0 это рестайлинг первой модели ну и самая последняя модель с 17 года это за е1 это уже вообще другой лиф у которого запас хода 380 километров у новой машины представить 380 сейчас вот идеально по балансу сколько ты километров проедешь сколько вообще стоит что до рестайлинг что рестайлинг оптимально взять а за е0 смотрите по ценам самые дешевые электрокары nissan лифт за е0 самое первое поколение смотрите у них идет 12 палочек да это полная батарея со 100 процентов но естественно бы в был экземплярах вы вообще никогда не найдете сто процентов кстати будьте внимательны мы выпустим видео на тему как они завышают палки и вы думаете у вау мне 12 палок а тачка мне 11 года как такое возможно если вы не задались таким вопросом в общем у нас будет видео на канале как раскусить обманывать их электронных табуретках вот в общем смотрите 12 палок это полная батарея ну в общем за е0 очень часто встречается 78 деление это сох сох это остаток батареи на примерно 65 процентов 60 максимум 70 эти машины сейчас стоят в районе 300 тысяч рублей из японии их можно привести можно даже дешевле но это сох 55 процентов вот ну то есть зимой когда я учу стою у нас тут где-то минус 7 но я вам скажу так это холодно вот и без печки ты никуда не уедешь ты же не будешь там валенках ездить там шапки ушанки вот то есть печка у тебя будет включена но по факту ты проедешь но 40 50 километров по городу это еще надо постараться в общем такие себе показатели но зато у тебя машина стоит там типа 260 270 тысяч но хорошие цены а за и 0 рестайлинг тоже сох примерно 70 процентов где-то будет стоить сейчас где-то 420 430 тысяч рублей это уже но бюджет побольше но вы можете проехать где-то 100 120 километров с печкой с музыкой но только музыку погромче но сильно не делайте и печку на 32 градуса не выставляйте все-таки у вас тратится заряд в общем где-то на 25 там это фен немножечко там на одно-два отделения на полную печку не выкручиваете про эти 120 километров вот сейчас владивостоке 10 зарядных станций натыканы по городу в общем сейчас на электричках можно во владивостоке сто процентов можно передвигаться ты знаешь что ты доедешь домой всегда блин что-то я заговорил с проливы будет отдельный видос вот пока в общем эти машины входят в топ-5 и я надеюсь что все таки мы лифы еще будем продвигать в массы потому что эти машины в 10 раз экономичнее у нас видео мы разобрали все рассчитали ребят из гибрид сервиса нам все подтвердили что наши расчеты верны в 10 раз экономичнее по ночному тарифу полная зарядка а за е0 будет стоить вам 30 рублей и вы на них проедете ну там 100 120 километров а бензиновая машина на эти 100 120 километров возьмем средний расход там 8 9 литров да ну понятно вот там прадик он сейчас больше там съест а ли он там поменьше в общем 9 литров сколько вы заплатите ну 400 410 тысяч рублей 95 бензина в более чем в 10 раз экономичнее поэтому в общем тренд 2020 года это вот эти электрокары друзья мы себе на стоянке сделали розеточку заряжаем тут лифов и отгоняем на транспортную компанию полностью заряженные лифы в общем когда будете снимать с автовоза забирать свой автомобиль с транспортной компании у вас будет заряженная батарея процентов на 90 95 в общем доедете до своего дома без проблем люди почему-то не заказывать переделку зарядок вот я не знаю то ли они используют универсальную вилку потом но переходничок с японского на русский в общем не знаю мы можем еще переделывать зарядки чтобы они втыкались в российскую вилку есть лифы которые продаются на аукционах без зарядки и без флешек тут без флешки у тебя не запускается компьютеры короче не видно 95 процентов всей информации ты не видишь по машине китайская зарядка стоит 15000 рублей и флешка в районе 4000 но на аукционе можно покупать эти машины дешевле поэтому если вы не в курсе к моему упущению да что мой менеджер не предложил вам что можно покупать лиф без зарядки без флешки и это намного ниже рынка знайте и подскажите ему там евгений александр владимир а давайте купим мне лифа без зарядки без флешки докупим этого владивостоке нам лиф получится по очень вкусной цене лайфхак для вас ребят следующий автомобиль также как бы старый это у нас тойота олеон 2010 года родная мне машина у меня был такой олеон на моторе 182 zr полный привод 125 лошадей пробег 235 тысяч но машина была абсолютно живая темный салон мультируль с блютузом со всеми делами в общем очень классно машина не подводила меня ни разу почему такой пробег и такое состояние возможно она была какая-то курьерская я не знаю на общем к этому машине вообще не было технические вопросы в колодке масла фильтра и все в общем взять тойоту с пробегом 200 плюс даже не гибридную можно этот экземпляр у нас 2010 года у нас это zrt 260 это 1 и 8 мотор 2 zr на сто тридцать шесть сил вариатор передний привод смотрите полторашки начинаются от шестиста двадцати тысяч рублей это цена владивостоке десятый год 2009 год вот и покупают что филдеры вон те красивые сто сороковые что вот такие олеоны покупают там бюджеты там закладывают примерно там 620 такую покупку тире 700 тысяч рублей а вообще 18 передний привод да и 4 vd они там по одной цене самый старт где-то 608 690 тысяч рублей в общем по мне так это очень удачная модель у японцев у тойоты и дизайн до сих пор актуален салон простой но я не скажу что он старый цены на новые олеоны которые идут с 2017 года но это дорого вот там немножко изменили фары до поменялись топори но по большому счету это тот же самый олеон вот и знаете очень вкусная цена там 602 650 тысяч рублей вот за такого седана от тойоты дизайн и все технологии в нем до сих пор актуально так но что вам показать следующее наверно пришло время показать машину номер один который везут из японии тойота гибридная красивая поэтому и самая популярная toyota aqua 2015 год посмотрите на цвет какой это не просто мокрый асфальт а он такой немного с голубизной новый цвет в общем от тойоты в дори стайлинге не было там 13-14 год почему ее покупают все сдаются этим вопросом ну что формула популярности простая toyota мотор 1 nz который мотор по ему уже сколько лет но много да он сначала они там в приусах 20-х вот позади нас стоит 20 приус у которых на 150 тысячах примерно уже начинается масложор в общем там стоит тот же самый nz вот toyota все это поправило и сейчас один из этом практически он во всех полторашках вот этих стоит в аквах филдерах в пробоксах в рактисах выстах в общем везде 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 этот 1 nz в общем они подправили этот мотор aqua у нас 74 силы имеют в общем что гибридная установка на 45 киловатт трансмиссия планетарная хэтчбэк но хэтчбэк все равно мне кажется вам поинтереснее визуально и по объему и вообще по всем форум чем допустим тот же nissan not расход 5 литров по городу салон нормально актуальный но для 2015 года нормальный цены вообще за аквы начинается от 520 сейчас за самую пустую комплектацию который запускается с обычного ключа сзади даже на весах но при этом какая не была бы пустая комплектация под капотом вас всегда 1нз 74 силы 45 киловатт гибридная установка передний привод вот такая вот формула надежная экономичная простая машина недорогая все самая популярная машина у нас подбитая 5 дверь разбит также задний бампер вот и как вариант если вы хотите сэкономить купить хороший пробег поменять просто пятую дверь этот бампер чуть-чуть там подтянуть кости сам популярный автомобиль заходит в интересные деньги ниже рынка примерно на пятьдесят а то и сто тысяч рублей ниже ну что начинается уже крупный калибр кроссовер honda везель наверно сейчас сам популярный да сам популярный кроссовер в общем за что его полюбил русский человек русский автолюбитель мотор полторашка 132 сил полный привод через кардан гибридная установка на 22 киловатта приятный интересный хондовский салон интересная внешность в азии эту машину знают как honda и черви ну в принципе все и цена знаете ли доступная у нас это гибридно это кузов ru 4 ну как я писал полный привод там полторашка гибрид vd вот в общем самый старт вот самый старт вообще за эти автомобили это дед 950 тысяч рублей это будет самая пустая комплектация но там не будет как у аквы там руками вам не надо будет опускать поднимать там стекла вот в общем но ну салон тряпка там но в общем там обычные диски у будут вот это девятьсот пятьдесят тысяч рублей в зависимости от пробега от состояния в зависимости от того будут ли у вас кожаные вставки будут ли у вас подрулевые лепестки тип троник вот цены повышаются вот но самый максимум наверно это миллион четыреста но это самый топ состоянии вообще персик 45 оценка пробег там в районе 20 30 тысяч но миллион четыреста я считаю для такого автомобиля интересного но это не так дорого то есть ну и соответственно между девятиста пятидесяти тысячами и миллионом четырех ста еще есть всякие разные варианты то есть там средней комплектации разные состояния авто разные пробеги вот в общем машина еще интересно тем то что в ней под российские реалии собрались реально уникальные качества небольшой мотор который по растаможке не выкручивает эту цену для российского потребителя ну культа вообще там свыше полутора миллионов в общем небольшой мотор гибридная установка то есть это экономичная машина есть полноприводные версии клиренс это кроссовер все-таки как-никак он красивый и стильный то есть он я думаю стоит где-то вот в одной линейке с тойота сечер это очень интересная машина с ныксом ну конечно не покруче но не подороже но все-таки стиль honda очень угадала по моему очень стильный автомобиль вот ну и здесь 7 ступенчатый робот который делает эту машину интересное для тех кто боится вариаторов но есть люди которые боятся роботов они пишут о вы знаете машины хорошие у вас там эти fit и ваши гибридные узнаете зачем они поставили туда робот этим ребятам вообще не угодишь когда начнут ставить одноступенчатые редукторы которые не ломаются да это вот как на nissan leaf и nissan not your power найдутся люди которые будут говорить ну вот зачем зачем они туда ставят редуктор туда нужно ставить автомат вот в общем русские кулибины они всегда будут чем-то недовольны и ездить на жигулях вот в общем встречайте любите и жалуйте этот тренд 2020 он был тренд 2019 года и он еще и думаю будет продолжаться японцы из хонда делать большие ставки на эту модель поэтому если вы присматриваетесь красивому технологичному кроссоверу то обратите внимание на honda визе приехала наша машина это шаттл honda shuttle был в гибрид сервисе сейчас мы его тоже глянем я думаю он обгонит филдера так что тренд на 2020 год это прикупить вот такого гибридного полутора литрового универсал по среднику и красивый реально народ просто фантеет старте от 650 тысяч рублей тоже разные комплектации там есть кожаные вставки в общем очень интересная машина есть водовая версия есть просто на бензине без гибрида вот но я думаю все таки филдер уже занервничал так ну что вам показать еще так о народный вариант и который мне еще очень нравится mazda demio четвертое поколение с сентября 2014 года они идут ну что интересная машина наверное один из самых интересных хэчбэков и я его назову недооцененных хэчбэков потому что эта машина блещет техническими характеристиками смотрите у нас на моторе 1 и 3 вариатор 92 силы они есть на механике они есть на автомате не на вариаторе на автомате любители похитить вариаторы роботы вот пожалуйста для вас вариантик они есть 1 и 3 на полном приводе они есть полторашки 110 сил также есть механика есть автомат есть полноприводные версии но чем мне нравится mazda вот они вот знаете вот subaru до сих пор делают автомобили в rx sti леворги по 300 сил турбины полный привод это они молодцы вот в этом плане mazda же они втыкают дизеля даже как cx3 да на российском рынке нету подобных автомобилей полторашка дизель ввд передний привод в общем интересная машина 105 сил и mazda воткнула даже в эту малышку есть дизельные версии 105 сил на турбине тоже полный привод вот смотрите в общем самый старт за эту модель от 500 тысяч рублей за 1 и 3 версию передний привод на автомате дизель будет стоить там от 700 тысяч рублей полторашки бензиновые на 110 сил будут стоить ну примерно где-то от 580 600 тысяч рублей в общем если вам нужен хэтчбэк городской красивый вот пожалуйста mazda demi кстати в девятнадцатом году они убрали эту модель мы были в японии и я об этом только узнал что они убрали демио и сейчас в японии данная машина продается под названием mazda 2 гибридная элита от митсубиши митсубиши outlander гибридный которые не продаются в россии на здесь до рестайлинг чем интересно это модели почему все просто на ней повернуты наверное самое главное то что эту машину можно заряжать от электросети и зарядка примерно 45-50 километров просто на электротяге не запуская бензиновый мотор на электрическом моторе и все и вы просто платите за киловатт и цены смотрите вот самый старт за этот автомобиль за до рестайлинг где-то это 12-13 год ну миллион 150 самый старт вообще не первый свежести автомобиль то есть по хорошему нужно иметь бюджет от 1 и 2 миллион двести пятьдесят где-то рестайлинг начинается красивая уже решетка иксом идет там 15-16 год но это уже миллион пятьсот пятьдесят вот я бы взял бы рестайлового конечно outlander а но если у вас не позволяет бюджет возьмите до рестайлинг в салоне рестайлинг не особо поменялся вот единственное то есть у него старая решетка как бы да и черт с этой решеткой зато технологии вообще интересные так что может за миллион двести купить себе полноразмерный кроссовер на интересных гибридных технологиях фонда наверно после тойоты но на втором месте вообще те ребята которые делают удачные минивены которые нравятся людям вот почему минивены от хонда нравятся людям давайте разберемся начнем давайте это honda freed почему они вообще очень популярны они очень популярны это я вам скажу из бюджетных минивенов рядом со мной стоит степ вега но мы сейчас к нему перейдем это конечно хондовская элита в минивенах вот почему фриды покупать не так популярны первое это небольшой мотор это полторашка на 118 сил пятиступенчатый автомат не вариатор те кто боятся вариаторов те кто боятся гибридных сиент те кто боятся исисов допустим на там вариаторах те же сам кто боится вишей либо кому не очень низкий потолок вишей тех же исисов ну и тесновато их голова то вот они выбирают honda freed и почему эта машина популярна потому что внешность высокий потолок мотор хондовский все-таки как-никак всегда honda ехала и даже free едет и еще есть гибридная версия также полторашка 88 лошадей 10 киловатт на гибридная установка и вариатор да к сожалению вариатор там еще не робот как вот идет в следующих поколениях уже фитов фридов это полностью техническая база взята с honda fit gp1 вот но это удачная модель никто особо на нее не жалуется что там умирают эти вариаторы или там ложится гибридная установка нормальные машины бегают в общем как всегда японская практичность и надежность фриды бывают третьим рядом сидений и без третьего ряда сидений в общем эта машина мне нравится как внешне как салоне так и по функционалу полторашка гб3 кузов где-то 12-13 год они начинаются от 620 630 тысяч рублей гибридные версии стоят уже подороже уже где-то 750 800 тысяч рублей вот что я бы взял бы да черт его знает на самом деле я бы наверно взял бы обычную бензиновую полторашку за 650 тысяч рублей и не стал бы брать бы гибрид потому что когда у тебя есть 800 тысяч рублей то я бы присмотрелся бы к минивэнам это допустим степ веган в четвертом поколении вот там интересные автомобили вот и они большего размера я бы может быть посмотрел бы сирену вот ну побольше минивэн как бы если вам очень симпатично эта машина и вам хочется гибридных технологий от 70 500 тысяч и в гору honda freed удачными не вы но если вам все-таки нужно больше места в салоне вам хочется более функциональный более красивый салон вам интересные более интересные подкапотные решения вам нужно больше мест в салоне посадочных ну тогда это honda степ веган и она сегодня на стоянке это rp 3 это спада передний приют полторашка turbo rp 3 кстати это кузов где идет комплектация только спада то есть допустим rp 1 это не спада то есть там всякие джи и прочие комплектации простенькие вот есть полный привод это rp 2 полный привод также есть без вот такой вот красивой морды без спойлера в общем что я расскажу сейчас я вам выкачу и покажу эту красотку а какая задняя часть вообще вот но самая главная фишка этой машины то что у нее хочешь открывается так пластиковый багажник коврик а хочешь открывается а хочешь открывается вот так кайф такой вот стильный спойлер но то что вы все таки на топовом минивене название спада в общем можно засмотреться на этот автомобиль и honda степ веган не дает спать спокойно отделу отделу минивенов это voxie нохом и сквайром из компании тойота в общем эта машина составляет конкуренцию тойоте это радует то что вообще эти компании в общем радует то что японцы внутри своих брендов делают интересные минивены и друг друга подгоняют сейчас да у nissana есть сирена и power точно такая же технология как в ноте то есть там стоит мотор 1 и 2 который генераторы она гибридные скоро настанет проходная мы будем возить у нас есть voxie нох и сквайр на одной базе у них есть гибридные версии полноприводные все это очень интересно и honda степ веган с семнадцатого года иду на двухлитровом моторе lfa который стоит где в аккорде и они поставили этот мотор вот в этот кузов эта машина вот так она стала интереснее это даже интереснее чем полторашка плюс turbo как здесь да это реализовано с семнадцатого года степ веган стал гибридным ребят что по ценам смотрите вообще самый старый за honda степ веган в кузове rp 1 это передний привод у вас не будет вот такой вот симпатичной мордашки она будет попроще вас не будет спойлера у вас не будет такой хитрой двери у вас будет мотор полторашка 150 сил за спаду на данный момент за живую спаду мы не берем биты варианты мы не берем вариант с пробегом там не знаю 150 потому что все таки тут полторашка да плюс турбина тут все таки надо как бы думать об этом кстати вопрос да постоянно еще его задают нам по телефону скажите а полторашки хватает до хватает у нас к сожалению еще не вышел обзор мы сняли он на монтаже у нас вот такая вот хона мы катаемся по городу по трассе полторашки реально хватает то есть но благодаря турбине они сделали объем поменьше они турбины добавили сил вот эта машина в общем он тянет на двушку смотрите спада вообще начинается от миллиона ста вдовую версии не спада где-то от миллиона от миллиона пятидесяти выдовая спада вы представляете вот такой минивэн красивый стильный еще и на полном приводе да то есть привет сахалин камчатка и прочее заснеженный регион нашей страны но цены я вам дам где-то ну наверное ну миллион двести пятьдесят самый старт заводовые вот такие вот минивэн и вот этот красавчик позади меня вы посмотрите на каком красивом литье он вообще прям весь блестит черный бриллиант бюджет миллион четыреста но он тянет на свои деньги а за миллион четыреста у нас соответственно все электрические двери но к сожалению у нас не электропривод как в альфарде о-о-о прохладненько вот но блин классно вообще тут управление климатом для второго ряда в общем хорош машина на шторках но двери все электрические кайфуют это опция всех тачек ребят в общем я реально фанат японских автомобилей мне нравится то что японцы я сейчас говорю про вообще все бренды toyota nissan hong suzuki и прочее что они делают и дают нам автолюбителям россии не говоря уже о внутреннем рынке большое разнообразие универсалы вот такие вот хэтчбеки гибридные электрокары универсалы на гибриде их еще и много кроссоверы гибридные хоть бензиновые вот старые модели да можно завозить такие как олеон которым там 10 лет вот но они до сих пор в россии актуальны минивэн и вот здесь мы вам показали масс-маркет то есть что покупается каждый день на аукционах японии что уходит в разные города россии хабаровск иркутск улан-удэ новосибирск омск томс на сахали на камчатку в москву даже краснодарский край вот в общем по всей стране люди покупают и ценят японское качество созданное для внутреннего рынка вот это радует то что люди выбирают все-таки купить себе надежные технологичные автомобили на гибридных технологиях потому что сейчас по нашей статистике нашей компании из 10 автомобилей 7 из них это гибриды вот потому что расход четыре с половиной тире там 8 литров очень приятен вот и никто не хочет платить какой-то крупный кусочек из своего месячного бюджета просто за бензин вот и поэтому отсюда набирают обороты гибридной технологии посмотрим чтобы двадцатом году попробуем еще планку повысить из 10 машину чтобы хотя бы ну восемь было из них гибридов то есть еще подрастем в плане гибридов вот в общем будем еще развивать электрокары вот будем очень плотно изучать эту тему из чего стоит батарея будем снимать видосы сколько стоит починка гибридов там замена батареи в общем эксплуатации сколько реально можно в городе российском ездить на этих машинах сколько километров она проезжает сколько раз ее нужно заряжать неделю в общем будем вам создавать полезный контент друзья в общем если вы такие же фанаты японских автомобилей как я и у вас есть вопросы по каким-либо современным автомобилям который сейчас едет из японии у вас есть реальный интерес что-то привести пишите нам звоните задавайте вопросы расскажем все где что стоит какая трансмиссия здесь вот вариатор а там планетарная а у honda робот вот кто не знает на чем я езжу и постоянно такие вопросы задают люди которые не часто посетители нашу канал я езжу на крауни а в с 210 это 2 и 5 гибрид мне нравится это автомобиль и покупал вот именно только гибрид хотел друзья до новых встреч пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля